Привет, моделисты и моделистки. Надеюсь, у вас все, ребят, девчат, ништяк. Топ-камера, Рока. Когда я был на макете нашего друга, будем его называть Шон Бургер, так вот он просил. Он говорит, ты что сейчас делаешь? Я говорю, я пытаюсь закольцевать свой макет. Он говорит, ну круто. И это все одно к одному. Хорошо получается. То есть мотивация, его макет крутейший. И, в общем, тут я начал, в воскресенье начал разбирать все свои вещи и прочее, чтобы перемещать для закольцевания хорошего. Кстати, мои новые напалечники. Кто-то меня подколол на английском канале. Кстати, будет видео на английском канале о макете. Будет два. Одно на обыкновенную, но на телефон, другое на 360. Раскрываю вам секреты. Здесь очень интересная модель. Мы ее под конец, кстати, откроем. Ну, сейчас маленькую историю расскажу. Интересная. То есть начал я заниматься с роком. Это моя вторая, после детства, наверное, третья волна моделизма. Началась, наверное, 95-96 год, что-то в этом духе. Когда из Совкового детского мира переделали уже, где рок стали продавать. Ну, хорошие модели, классные. Раньше-то я вообще в детстве жил в центре и пешком до детского мира ходил. Ну, то есть меня можно было найти там все время у этого отдела. Так вот, я так... Большой перерыв не сразу... У меня не постепенно получилось. Я увидел року, думаю, господи боже мой. Это же Made in Austria там. Все круто, в общем. И так я подсел на року. Сейчас мы дилеры даже, року. Вот так вот. Мечта идиота свершилась. Но такое уже мощное... Я думал, что макет мой будет из двух частей состоять. Да, я могу катать и Европу, и Америку. Плотно я уже стал заниматься где-то в 90... Ну да, в конце 90-х. И когда мы сюда переехали, у меня уже приличная коллекция этого року в 2001 году. Ну и с женой мы, когда поженились, стали ездить по всяким Европам очень много. Был тур в Зальцбург на Sound of Music. А зачем я убрал? Сейчас я покажу. На Sound of Music. Этот мюзикл, да? То есть был уговор такой. Она поедет со мной на Sound of Music. Я, то есть в автобус, мы весь день катались там, песни пели. Разные люди там, японцы, китайцы и кто угодно. Пели эти песни Sound of Music. Я офигел. Вот, но я взял машину в прокат и поехал на фабрику в Зальцбурге. Вот где в этот момент выпускали вот в таких коробочках. Да, это где-то 98-й, плюс-минус. 98-й год. Что-то в этом духе. Так вот, в 2007-м, наверное, в 2005-м что-то там произошло на фабрике. Я пошел на фабрику тоже. Но они мне говорят, ну, мы вас не знаем, мы вас никуда поводить не будем. Просто посидите в офисе, поговорим и все такое. Очень вежливо. Пивка не предложили, правда. Ну, и то мне было очень хорошо. Отличный магазин. Я думаю, что до сих пор в Зальцбурге есть этот магазин. Там я прикупил хорошие модельки. В таком полуподвальном помещении, просто как музей-магазин можно ходить. Вот. И думаю, да, Рока круто. И в 2005-м году что-то у них, да, случилось. Материальные какие-то, как всегда, замесы. Они продали вот этой компании. Сами бабушки и дедушки. По-моему, моя жена даже говорила, что-то с бабушкой-хозяйкой там договаривалась. Ну, не договаривалась, как проехать туда. Конечно, ни GPS-ов никаких, ничего не было. Вот карты на немецком. И вот эта компания потом, после перетрубации, оказалась вот такой Рока. Вот с этим новым лейблом. А вот видите, здесь обводочка такая идет белая. Это вот только ненадолго, когда ее поменяли со стандартного Рока. Это Made in Austria, да. Здесь, ну, все, можно отложить. Это написано вроде бы Made in EU. Ну, вот спецы в Словакии, да, наверное. Потому что некоторые очень крутейшие модели выпускают до сих пор в... Ну, в Австрии, насколько я понимаю. Это, по-моему... Да, это Словакия. Это я купил в 2008 году. Мы еще не стали дилерами. Дилером мы стали, когда вот это все превратилось в современное Рока. Когда флейшман купили и прочее, и прочее. Вот, я купил у рейлинцев наших друзей. Сейчас мы посмотрим и откроем это дело все. Чтобы немножко получить фан. Вот. Но это такой надоисторический тоже. Я не знаю, их сложно купить сейчас в таком виде, да. Я так понимаю, что это тоже до корпоратива, ребят, в России. Да, напишите, если... Здесь я уже не гугу, как говорится, не пропеллер. Что, чего корпоратив, когда... Видите, а он очень интересный, раскраски. Не зеленый еще, Савковый, да, Машки? У меня есть две. Короче, я нашел звучок бесплатный на нее. На чмуху. Вот я хочу поставить земский декодер. И, скорее всего, поменять LEDs. На светодиоды. Что нужно для открывания? Наверное, уже вы видели. Ну, миллион сами раз открываете. Ну, заодно уж откроем тоже. Хочу посмотреть, какие... Ну, лампочки там наверняка. Да, тут к бабке не ходи. 2008 год. Первые хорошие LED уже появились где-то, когда мы магазин открыли. Ну, уже 2000... Да, я уже стал инсталлировать эти LED, как мы практически переехали. Ну, первые не были такие классные. Не были такими golden, да. Сейчас они, конечно, супер. Вот. Так, зубочистки вставляете. И... По-моему, я уже его открывал разок. Давно делал было. Здесь какая-то... А, пенопластик. Вот пенопластик, да, они, видите, избавились от этого пенопластика. Раньше только делали в пенопласте все, да. Потом эти зубочистки сами отваливаются. Здесь немножко небольшой какой-то затык. Так, ну, сейчас мы его все достанем. Вот так. Раз, два. Так, 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 так. Говорит пулеметчик. Так, 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 говорит пулемет. Да, я открывал. Наверняка здесь маркировка есть. То есть, сразу поставили и взяли какой-то шарпи и сделали точку здесь, точку здесь. Ну, и у меня какой-то голд. Бронзовый или что-то в этом духе. Такое впечатление, что вот они планировали сюда звучок. Думали, конечно, да. Урок даже был с ESU какое-то время. Сейчас они с этим зимом. Но сюда такой sugar cube хороший влезет, потому что места здесь, шух, куча. Декодрик вот сюда. Спикер сюда. Зима маленький декодрик. Я думаю, пойдет четко. Вот это что у нас. Обычно вот такой прилив идет на электрический верхний кейтенери, да? На верхний провод. Ну что, лампочки, да. Лампочки, конечно, это уже все. Я вот думаю, что сделать. Поставить такие хорошие светодиоды вертикально, чтобы они шпарили, да? А в эту сторону поставить красные, потому что здесь они красные. На других моих этих машках они, ну, так нормально, но все-таки не то. По-моему, моя другая машка со звучком. И, по-моему, все-таки там... Нет, там все-таки лампочки, наверное. То есть, они не успели еще поменять на чмухи-то LED 100%. Я почти уверен. Да, уж, больно там ярко все светит и классно. Здесь тускловатые эти красные. Но вот пенопласт, да, вот он приклеился. И не избавишься. Вот такие дела. Ну что, нормалек. Непонятно вот это. Но под... Здесь вот вентиляционные, да, решетки. Здесь спикер отлично войдет. Хороший будет проход звука. Все-таки здесь вот так вот отражается. И все так циркулирует хорошо. Ну, придумаем что-то со светодиодами. А на сегодня, я думаю, заканчиваем. Пишите, ребят, про ваши истории. Снимайте видосы. Просто очень интересно. Пророка. Кто как начинал. Это очень интересно, правда. Так, ну что. На сегодня все. Увидимся скоро. Видео, да, я сделаю, еще раз повторюсь, 360. И другое видео будет обыкновенное. На DCC Chain канале. Основном, на английском языке. Давай, успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!